Дорогие друзья, я думаю, что эта лекция была интересна для всех, кто занимается медицинской онкологией и тренировки с другими, которые не могут, и не могут. Спасибо большое. Это было то, что мы говорили, и сейчас это время для вопросов. Есть вопросы? Пожалуйста. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов этой конференции за блестящую подобранную конференцию, потому что эта проблема коснулась больных лимфомы Ходжкина раньше всего. Вы это знаете, и уже последние, наверное, 40 лет, как эта проблема была обозначена именно этими больными, которые на сегодняшний день выздоравливают почти в 90% случаев, и, естественно, так как это в большинстве молодые женщины, они, конечно, хотят иметь полноценную, качественную жизнь свою дальнейшую. Поэтому у меня вопрос очень короткий, мы этим занимаемся, занимаемся давно, но вопрос у меня такой. Конечно, защита яичников, гоноантропина, рельсингормона, вещь, мы это делаем и видим результаты этого, такой защиты. Но, к сожалению, в рекомендациях по применению гоноантропина, рельсингормона нет пункта по защите яичников. И это юридически весьма ограничивает нас возможности широкого применения. Мы исследовательский центр, мы можем себе это позволить, но в регионах это уже встречает большие сложности, потому что доктора ссылаются на рекомендации, приложенные к гоноантропину, рельсингормону. И поэтому у меня два вопроса. Во-первых, как вы относитесь к защите комбинированной... И когда мы делали тесты, в Ошкин и на Ошкин лимфома, мы не заметили, что у нас были только пациенты, которые были только пациенты с алкилитингом, поэтому мы исключили пациенты, которые имеют ВВД, которые, например, мы уже знаем, что у нас есть очень низкий уровень овариантовоксиси. Но даже в пациентах с алкилитингом, у нас были около 20-30% овариантовоксиси, которые могут быть рассчитаны низким или высоким, так сказать, по правилам. В результате есть несколько уровней оварианных опеке, но мы передаем трудности в реализации оварианных опеке. The data about oral contraceptives, which are much easier to prescribe, are less solid in terms of ovarian protection. Moreover, for some patients, particularly the one with large tumor masses, there is always the risk of thrombosis, which might be a threat for those patients who have to undergo chemotherapy and have additional risk factors for thrombosis. So, according to the evidence in the DG2, we think that something should be made, maybe by the scientific society, to really enlarge an indication of LHRH analogs, also in patients with lymphoma, because there are more data there, and I showed you the meta-analysis, the systematic review of the MASTRO, and I think that we should go to our governative representants, and the one who makes the regulation to say, well, this is better than your contraceptives, also in lymphoma, and we should endorse those scientists. Thank you. Thank you. Спасибо. Еще есть вопросы? Я видела в зале профессора Ищу Киселеву, который занимается уркофертилиностью. Но, пожалуйста, есть вопросы. Вот последний докладчик. Последний. Онкологический научный центр. Старший новосток, родник Каролинова, Любовь Ивановна. Онкогинеколог. Скажите, пожалуйста, применяете ли вы после применения органистов рейзинг гормонов что-нибудь для восстановления менструальной функции или она восстанавливается спонтанно? Это первый вопрос. И второй. Через какое время, без рецидивного периода, вы применяете высокие репродуктивные технологии, используя креоконсервированную ткань Ищу. Первая вопрос. Мы используем что-то, чтобы вызвать овуляцию или оvarian recovery после речи речи аналогов? Многие пациенты, которые еще имеют репродуктивную ткань, начнут речи речи аналогов в 3-6 месяц. Мы используем, конечно, лечи речи аналогов, также для восприятия, особенно для восприятия, восприятия аналогов в 3-6 месяц. И в этой ситуации, в этой ситуации, обычно присоединяясь с тканомосифеном, поэтому этот интервал, 3-6 месяц, также использует для восприятия аналогов в тканомосифене. И мы не используем ничего, чтобы вызвать речи аналогов, поэтому мы просто ждем. Когда 7 месяцев пациентов, например, в 4-5 месяц, и женщина становится немного нервная, потому что она не видит репродуктивную ткань, мы просто получаем дозу, которые, конечно, заachtят фс-с, которые, конечно, будут спрессированы в тканомосифене. И если это начнет репродуктивной ткань, то возрастет в ткань. Если это большее в тканомосифене, то это означает, что Продолжение следует... 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 Подождите, пожалуйста. Из зала был вопрос, да? Пожалуйста. Кравченко Дмитрий Николаевич, Российский экологический научный центр. Как известно, в мире сейчас существуют самые разные точки зрения касательно продуктивной роли. Органисты, органитетные, реализованные гормоны, часто они бывают полярными. Хотелось бы узнать лично Ваше мнение по этому поводу, а также как пишет Эти, и как можно более объективно оснанить о реальной резервах в таких клинических случаях и ситуациях. Вы спросили, я могу ответить на реальную резерву в гинекологии? Это мы, который помогает нам с темно-протекцией. Как мы делаем это в гинекологии, мы имеем лабораторий, хомонный уровень, а также антрополик, а также антрополик, а также антрополик. Как вы можете определить о реального резервы в гинекологии? В принципе, антрополик, а также антрополик, а также антрополик, а также антрополик. Давайте просить институты. Это не изменяет линические курсы, а также антрополик. Как вы explain его на реальной резервах в гинекологии, В принципе, мы нашли, в принципе, а также погодим им, даже антибюллерийный орган превращается к нормам антибюллерийный антибюллерийный эти две формы и то есть очень преследовательные отзывы от фолки эти две методы для и для и и и и и и и и и Я думаю, что мы должны сделать это очевидно, что мы не имеем много данных, которые говорят, что ЛХРХ анаморды сохранят infertility. Потому что все исследования, которые мы имеем, в основном с точки зрения менструирования, как я показал, и некоторые уровни ФСХ, и другие уровни овелирования. И, конечно, это неизвестные средства для мероприятий. Мы не имеем много и robustных данных проявлений после ЛХРХ аналогов. Мы не имеем много данных проявлений о времени для менопаузе, что бы еще одна интересная способность демонстрирует, что ЛХРХ аналогов пресерва овелирование. Поэтому мы все еще в сфере контроля. Однако, я думаю, что мы имеем много данных проявлений, из больших, рандомизирований, чтобы осознать и дать роль для ЛХРХ аналогов, в, по-моему, уменьшении на процентах менорреа после химотерапии. Негативные данных проявлений были, в основном, с региументами, которые были не так и токсичными, поэтому, в основном, на процентах, была уже очень высокая, в том, что нет, в том, что, арм, в тестировании, или, когда, в том, что, что, было слишком early. Таким образом мы должны ждать, или, в какие-то вещества и бессмертные мысли. И, если наши данные, в том, что, как Лесна сказала, это лучший уровень резерв, в результате, мы находимся из других исследований, я думаю, что, если мы не имеем информацию о гонечке, это будет вот так. Мы тоже занимаемся исследованием очень хорошей информации в связи с вопросами. Спасибо большое за ваши ответы. Ларри Грасоморто, пожалуйста. Регер. Спасибо мне. Спасибо, как это есть. Офестер селёва, занимающийся как как эффективность в городе Обинске, Черные, это, в Москве. Большое спасибо за интересное сообщение. На базе нашего центра создан центр репродукции для онкологических пациентов. Мы тоже занимаемся исследованием. Мне сегодня было очень приятно увидеть и услышать, что наши данные совпадают с вашими. Спасибо. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, одним из мнений о сохранении эффективности в вашем докладе было указано криоконсервацией личниковой ткани. Какой метод криоконсервации личниковой ткани использовали вы? И вы говорили также о реимплантации в реальной ткани после определенного периода по окончанию специфического лечения. Нужна ли в этом случае была сопроводительная терапия? Если да, то какую сопроводительную терапию вы проводили? Мы использовали лёгкий протокол. Я думаю, что, как говорили, должно быть стандартизация о этих проблемах. Потому что это получается довольно легко, чтобы прессовать ткани, потому что мы делаем это, скажем, гаммейки, оциды, мы делаем это для сперма, мы делаем это для эмбриотов. Овалянный ткани, который немного более комбассажен, потому что, конечно, количество материала и цели, потому что это ткани, не только цели. Кроме того, что выделяйтесь к нему, Продолжение следует... 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 что мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем. Я лично делаю это. Единственное, что мы должны обращаться внимательно, мы должны продолжать обращаться на биосин, чтобы мы не знаем, что с этой стимулой, что с этим тумором не возвращается. Спасибо. Может быть, еще есть вопросы, профессор Добьев? У меня, может быть, вопрос не совсем по теме, но вот у меня был такой клинический случай. У меня была молодая пациентка с митостатическим раком почки. Она получала ингибиторы тирозинкиназа, но при этом она непременно хотела забеременеть. Она отменила себе сама ингибиторы тирозинкиназа. И вот дальше что делать? Ваше мнение. Первое. Через какое время можно беременеть? Второе. Как наблюдаться во время беременности пациенту с митостатическим, в частности, раком почки? И третье. Знаете ли вы вообще такие случаи, когда пациенты с митостатическим раком почки беременены с положительным родоразрешением и так далее? Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует... Я не могу, скажем, ответить на это. они должны также участвовать и быть осознанны. Мы располагаем несколькими случаями использования методов высоких репродуктивных технологий, в частности ЭКО. После излечения рака шеи и матки, в частности после трахилоктами, таких случаев у нас 4, забеременели 2. Рецидива не было. После излечения пограничных опухолей яичников, 2 ЭКО, 1 рецидив, роды и после родов опять органосохраняющие лечения. Рак яичников не использован, технологии высокие. И рак эндометрия, более благоприятная локализация, в общем-то сейчас почти всегда рекомендуемая, но только в условиях специализированного института. Рецидива после ЭКО больных излеченных рака эндометрия нет. Сколько больных у Вас подвергалось консервативным лечению рака эндометрия на сегодня и успешного лечения? Сто пятнадцать рака эндометрия. Шейка матки, сто трахилоктамий. Из них сто, все сто, абдоминальные. И сейчас две вагинальные, но беременности, фертильность низкая. Низкая может быть потому, что 32% оперированных больных после абдоминальной трахилоктамии желают беременность только 32%. Все остальные, 68%, отказались от наступления беременности в силу определенных ситуаций. Боязнь этой беременности, семейного обстоятельства, отсутствие мужа и так далее. И вот из этих 32%, которые хотели беременность, наступило беременности 4, 2 прервались. И еще можно уточнить, вот ЭКО после излечения рака эндометрия, сколько у вас пациенток? Две родили детей, рецидива нет. Спасибо. Ну, did I understand that you had 400 эндометрия of cancer cases? Is it conservative? How many endometrial cancer cases you had? Сколько у вас пациенток? Сколько у вас пациенток? Суммарно? 115. Я не знаю, что у тебя. 115 всего. Рак эндометрия консервативно лечены. Большая группа, две трети из 115, это медроксифровистерон. Препарат и последние. Сколько у нас нас? И агонисты плюс мирына около 100. Yeah. But what is about the pregnancy rate? Do you follow them? А, что ты? Помоги и 11. Вот из этих 115, 9 беременностей двое родов. Спасибо большое. И давайте перейдем к следующим докладчикам. Рак молочной железы в сочетании с беременностью. Есть вопросы к профессору Параконову? Пожалуйста. Профессор Берзин, как и для онкологии, тем более. Не было ничего сказано о том, как относиться к беременностям в ближайшие годы после излечения рака молочной железы. Спасибо большое за вопрос. Это замечательный вопрос, но он не входил в цель моего доклада, потому что это особая, огромная тема сейчас. Возможно ли беременность после перенесенного рака? Этому посвящается сейчас множество исследований. И недавно, где-то год назад, было уже издано большое исследование на основе 14 родновизированных исследований, которые однозначно утверждают, что беременность после перенесенного рака молочной железы возможна только при следующих условиях. При начальных стадиях рак, при сохранении определенного срока, при выжидании определенного срока не менее двух лет после завершения беременности и при, так сказать, наличии эффективности у пациентки. Онкологический центр, в общем-то, уже этой проблемой тоже занимается. Мы сейчас имеем около 50 случаев беременности после перенесенного рака. В настоящий момент беременны у нас 6 пациентов на контроле. Надо сказать, что трое из них рожали уже не одного и не двух, а трех детей после диагноза рака в определенном интервале. И по тем наблюдениям, которым мы располагаем, в принципе, мы утвердились в одном, что разрешать беременеть можно после того сложного периода, который заключается в тех первых двух годах после рака, когда риск возврата болезни высок. Вот если пациентка пережила этот срок, то тогда уже при оптимальных стадиях, конечно, мы можем разрешить ей иметь беременность. А срок, в общем-то, все основано на так называемой идее сохранения как self-healthy mother effect. How to translate in Russian? Эффект здоровой матери, по сути дела. То есть когда женщина имеет, женщина в состоянии думать о беременности, то есть прогноз ее, в принципе, благоприятен. А при благоприятном прогнозе беременность возможна. То есть вот при складывании определенных благоприятных обстоятельств, стадии и отсутствии рецидива беременность возможна. Спасибо. Еще есть вопросы по раку молочной железы в сочетании из беременности. В последнее время я бы только отметил, что не только пребывание возможностей, но и есть свидетельство, что в новых случаях, пребывание... Я хотела бы узнать по поводу рака молочной железы и беременности. Вопрос такой. Какие виды операций проводились у этих женщин, которые уже имеют у детей после этого заболевания? То есть это проводилась радикальная резекция с лимфодинкотомией, лучевой терапией? Или это была мастоктомия? И второй вопрос. Наличие кормления грудью разрешается той больной молочной железой, которой проводилось лечение? Спасибо. Вопрос. Вы имеете в виду тех пациентов, которые уже перенесли рак? Да. Те, кто перенес рак и родили, или беременные, не возвращаются, слава богу, к нам с проблемами. Если же во время беременности возникает какая-то проблема, то она решается таким же образом, как если бы она была беременная, не родившая ранее. Ну это логично. А что касается лактации, которая, она возможна, и мы в принципе разрешаем кормить даже с резекцированной молочной железой. Но эффект такой лактации минимальный, потому что она заканчивается через 4-5 месяцев после начала. Практически молока при... Насколько это полезно для женщин, которые перенесли рак, это оценить сложно. Насколько это полезно для женщин вообще, вы знаете, что это полезно. Не менее 2-х лет лактации снижает риск развития рака. Но что касается возможностей, иногда спрашивают о возможности передачи клеток, да, раковых клеток с помощью молока, владельцев при кормлении. Но доказано, что это невозможно. Так, тогда Ваш вопрос. У меня вопрос к нашим уважаемым гостям, в принципе, сразу ко всем. В России сейчас, к сожалению, очень много случаев рака на фоне беременности. И мы их собираем уже довольно долго и набрали большой материал. И сейчас мы сотрудничаем с группой CB-Loybal, но я знаю, что существуют и другие различные, так сказать, сообщества и группы, в частности, Фредерико Мант, я знаю, организовал такую же группу, вот есть ли взаимодействие между этими собирающимися материал группами, и будет ли потом в результате этот общий материал воссоздан и объединен. Или также мы будем и дальше иметь американский опыт, европейский опыт, там, российский опыт, и все будет сепаративно и отдельно. Или же, в принципе, Вы все-таки планируете как-то это объединить в одной среде, в дальнейшем. Но европейский группа работает вместе, это в одной стадии. Сибирь Лойбер был только один из членов СССР, так что мы все вместе, и некоторые мы работаем в отдельных проектов, но это все вместе, и датабаза является датабазом, не датабазом, не датабазом, не датабазом, не датабазом, датабазом, и через вашу collaboration with Sibel, I suppose, you are already вместе с предприятия, и если не, то мы должны быть уверены, что вы в качестве степени. Я думаю, что это очень важно для нас, чтобы мы общаемся с нашими датабазом, потому что это не сможет иметь три или четыре датабаза пациента, когда я слышу, что вы учитываете 150 пациентов, это очень большая эксперт, и мы должны обязательно поставить все эти эксперименты вместе с тем, что я бы сказал, что лог-волюционные заболевания и лог-волюционные проблемы, чтобы мы получаем много информацию, если мы все вместе collaborate, так что вы также можете присоединиться к этому группу, и если мы поднимем эту информацию, мы получим больше эксперт, и как вы сказали, какие-то проблемы, например, о breast cancer during pregnancy, они не были полностью эвакуированы, но это вопрос также относится к лог-волюционному менеджению, например. Когда мы провели эту консенсус-конференцию с Брадрик и Сибилл в Леувен, несколько лет назад, один из вопросов был, если мастеотомия всегда необходима, потому что вы не сможете лог-волюционной терапии, например, или ли реаконструкция реакционирует, также после пребывания, из-за того, что вы, конечно, делаете лог-волюционную операцию? И, как Доминик и Десна сказали, единственный способ ответить эти вопросы из-за того, чтобы все вместе с этим опытом все вместе. Конечно, все могут иметь серьезные и мастерные данные, но что-то полезное из группы, как АСГО группа, Канцерин-производитель группы, это действительно что никто продолжает иметь прерывы, но они общаются данные важные данные данные . каждого группы ответить в ТАСФОРС. И, как я знаю, следующие конференции готовы для следующего года, поэтому будет более интересным. Спасибо за приглашение. Я думаю, что отельница Москва, в Санкт-Петербурге тоже имеем опыт о хранении эффективности гинекологических больных и другие и, возможно, центры российские. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь у нас в президиуме, сидит представитель Весной Кейзи. Притом, если вы стесняетесь каким-то своим английским языком, в зале тоже сидит наш российский представитель ЭСГО, в пятом ряду, в четвертом ряду умелых. Пожалуйста, не сидите, подойдите, вступайте в общество ЭСГО, членами вы будете явить, какие преликативы получите. Остался последний доклад, это мой вопрос. Пожалуйста, есть по гинекологическому раку в сочетании беременности. Пожалуйста. У нас только очень мало времени. Вопрос короткий? Да, короткий, если можно. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете целесообразным применение лапароскопической диагностики, удаление диагностики лимфоузлов у беременных женщин с инвазивным работшей геномки во время беременности? Спасибо большое. Я в своем докладе это обсуждала. У нас собственного опыта у беременных, конечно, нет. это то, что было на концертной конференции предложено. Мы переживем, что одной пациентке это не сделали и не диагностировали все временно, и могли бы предложить и радикальные операции. То есть, наши лапароскописты сейчас могут выполнить это срок беременности, где-то 16 недель, когда еще возможно, когда мать не мешает выполнить биопсию лимфатических узлов, и тогда определиться уже с тактикой. Можно ли разрешить и пролонгировать беременность? Потому что это не сколько влияние беременности на течение опухолевого процесса, а сколько сам временный фактор, когда опухоль может прогрессировать. Простите, в порядке дискуссии хочу сказать, что на самом деле беременность придержит больную ее мужу и другу, и на самом деле мы не можем совершать насилие над свободной волей человека, мы должны информировать о том, какие риски прогрессии, и какие риски в отношении плода, если мы, допустим, одновременно проводим химиотерапию, какой будет вероятно прогноз в дальнейшем, и беременность в отношении беременности будет принимать решение сама больная, вместе с больной возникает информированное согласие, которое больная должна подписать, и если такое решение принято, и мы можем больной информируем, что мы не можем исключить метастазы в поддолжные лимфоузлы, какой смысл в проведении этой операции, если решение о пролонгации беременности уже принято? Нет, решение еще не принято, если при этом будет выявлена метастаз, тогда будет прервана беременность, радикальное лечение, если включается... Прервана больная решает, прервана будет или нет? Извините, пожалуйста, да, короткий ответ хочу сказать, вот сегодня собранная конференция, и та возможность, которую мы получаем используя литературой, интернетом, это, во-первых, наша информированность врачей на сегодня, какие наши возможности имеются, и дальше мы уже доночим информацию до пациентки, и, конечно, последнее решение за пациенткой после полного информирования о диабности, о возможных вариантах лечения, и только тогда будет выбранный метод лечения. Спасибо. 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 и благодарить наших коллег, которые пришли на конференцию в первую очередь послушать нас, уважаемых коллег, которые приехали к нам и выступили с блестящими докладами, за дискуссии, которые приняли наши коллеги. Я думаю, что это была полезна сегодня конференция. И еще раз огромное место. Спасибо. Спасибо. Спасибо.